Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 апреля, как уже сказала, у нас прекрасная погода. И я начала высадку томатов в теплицу. И вот в это время идет самый активный поток вопросов, как расположить томаты в теплицу, то есть о схемах посадки. И вот у меня, вы видите, вот стоит теплица и вот. И я вот на примере своих двух теплиц вам сейчас сразу скажу, от чего зависит эта схема. И, возможно, какой вариант вам подойдет лучше, потому что ведь томаты есть низкорослые, есть высокорослые. И вот от удачного их расположения у нас тоже зависит урожай. От того, на какой стороне какие вы высадите. Вот мне очень много вопросов приходят, а если, например, высокие высадить на северной стороне, там же нет солнца, будут или не будут. Я на каждый вопрос не имею возможности отвечать, но я сейчас вам расскажу, как делаю я. И вы примерно сориентируетесь, подходит вам или нет. Вот смотрите, я всегда говорила, что вот это у меня теплица номер один. То есть там я выращиваю томаты для получения раннего урожая. И это очень важно. Если вы хотите получить урожай как можно раньше, я вот говорила, то в теплицу нужно размещать и низкорослые томаты. Но некоторые, опять повторюсь, уже говорила, некоторые в теплицах выращивают только высокорослые, индетерминатные. И как бы вы их не разместили, для получения раннего урожая, инденты, индеты, меня поправили, не инденты, а индеты, подходят немного хуже, они позже будут давать вам урожай. Вот это первая теплица, у меня, значит, для получения раннего урожая, исходя из этого, там совсем иная схема посадки. Я вот сейчас туда пройду и все вам покажу. Там вот с этой стороны, видите, вот солнечная сторона, тут высажены низкие, потом идут высокие, потом совсем с северной стороны очень высокие. То есть в этой теплице я соблюдаю принцип ступенчатости. Если мы вот так повернемся, то мы увидим так, рах, 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 рах. Вот так вот у меня они. Они все освещаются прекрасно, маленькие не мешают большим, маленькие получаем ранний урожай, только из-за этого я высаживаю так. И я всю жизнь высаживала вот по такой схеме, даже когда у меня была одна теплица, я всегда на первом плане были короткие для получения раннего урожая. Ну вот в этом году у вас появится прекрасная возможность посмотреть разные схемы посадки. Вот здесь у меня будет ступеньками, а здесь у меня будет совсем по-другому. Многие люди выращивают так, то есть самая высокая, вот это вот, она же купол, самая высокая часть высаживают сюда длинные, индетерминантные, а по краям высаживают уже как менее высокие, пусть они будут даже детерминантные есть, но есть высокие, вот там метр-двадцать метр, а сюда двухметровые. То есть посадки бывают разные. Но вот у меня, если учесть, что я всегда высаживаю, у меня посредине дорожка, а по краям грядки, это вот две разных схемы можно применить даже при таком способе высадки. А ведь есть еще те, у кого грядка посредине, ни разу у меня такой не было, но хочу на будущий год попробовать, ради эксперимента сделать насыпную грядку по центру, и тогда схема будет совсем другая. Вот я сейчас камеру со штатива сниму, мы пройдем с вами в теплицу, где я уже высаживаю томаты, уже вынесла для высадки, сегодня будут первые высажены томаты, и там я вам покажу, у меня там есть схема, и вот там покажу, уже есть возможность, принцип ступенчатости, там где низкие, выше, 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 то есть они идут ступенькой. Вот тут, как называемой елочкой, еще нету, короче, здесь будет в теплице номер один ступенькой, а здесь елочкой. В течение сезона я буду заходить, и буду вам называть, например, это теплица номер один, где у меня ступенчато посажено, это теплица номер два, где посажено елочкой, и вы посмотрите, и вы проанализируете, и подумаете, какая вам все-таки схема подходит больше, можно попробовать и ту, и другую, сейчас пойдем в ту теплицу. Вот мы зашли в теплицу, где я высаживаю ступеньками, то есть вот здесь у меня будут самые низкорослые, я уже приготовила, вот здесь будут вторые по росту, вот этот ряд, тут уже будут высокорослые, и вот здесь будут двухметровые великаны, если посмотреть на схему, то это выглядит вот так, вот у меня написано принцип ступенчатости, вот в этой теплице я высаживаю именно вот таким образом, когда низкие, выше, выше, и вот эти, вот про эти сейчас расскажу, так как помидор еще нет, высаженных, я вам расскажу, как я, вот высокорослые, смотрите, они когда дорастают, я иногда их даже не общипываю до самого конца до морозов, они когда дорастают, я их просто прямо так загибаю вдоль теплицы, иногда даже до середины они доходят, мне нравится так выращивать, потому что растению дается возможность высоко-высоко пойти, и вот так загнуться, когда я выращивала в центр, высаживала, то тут неудобно, он упирается, начинает макушка обгорать, и еще, у меня расположена теплица, как, у нас так нарезаны участки, участки резались еще при царе Николае II, вот в 905 году, у нас старая домовая книга, участки эти, дома строились в 905 году, и нарезаны они были, естественно, не с учетом огородников, но как нарезали, так нарезали, и получилось, что у нас теплицу никак не поставишь ни с севера на запад, ни, ну короче, не так, не так, она у нас стоит немного вот так, видите, вот роза ветров, а она немного расположена по-другому, и у меня здесь получается не то, что не совсем юг, я сказала, южная сторона, а юго-запад, но все равно, эта сторона всегда освещается, я ее считаю южной, а эта северной, потому что здесь света нет, и если бы была южная вот эта сторона, то, конечно, солнце вот эти большие загораживали бы, маленьким не хватает, а с учетом, что эти коротышки, я их некоторые даже прищипывать буду, для ускорения получения урожая, солнечные лучи, можно сказать, что попадают на все, вот эта самая нищая ступень, это повыше, это повыше, а это вообще высоко, мне вот такой способ посадки нравится, но многие люди выращивают и по-другому, можно ведь всяко, вот смотрите, так же, если дорожка в центре, можно вот сюда вырастить, индотерминатные высадить, а сюда, ну, те, которые чуть пониже, или даже вот эти короткоствольные, схем посадки очень много, я могу на своем примере показать вам только вот эти две схемы, и то, это большое разнообразие, потому что можно и так посадить, можно и так посадить, но опять же говорю, эта схема у меня тогда, когда дорожка в центре, вот у меня всегда вот эта дорога в центре, у меня никогда не было центральной грядки, дорога в центре и по краям, когда у меня спрашивают, почему именно вот дорога в центре, может быть это удобнее, или как-то так, я отвечу так, это все жизнь скорректировала, когда не было никаких капельных поливов, я же таскала шланг за собой, и когда в центре дорожка, очень удобно, заходишь в дверь, идешь по дороге, за тобой шланг тащится, и вот вправо-влево поливаю, вправо-влево, и центральная дорога всегда выручала при поливе, так что для схемы посадки не имеет значения в центре дорога или по бокам, это у меня уже так исторически сложилось, она уже у меня протоптана, я ее даже не копаю, но и то в этом году я хочу попробовать впервые одну из теплиц сделать с грядкой посередине, если сделаю, я конечно потом покажу. Это вот фактически вопрос на ответ, по какой схеме я высаживаю, почему именно у меня самые высокорослые с этой стороны, а короткие с этой, хватает ли света вот этим вот крайним, который с северной стороны, вот это у нас северная сторона, но так как солнце пробивает хорошо, и если вовремя посынковать, вовремя удалять лишнюю зелень, прореживать, то солнечные лучи достают и до последнего, до этого ряда. Все, это была тема, как расположить высокие и низкие томаты, какие выбрать схемы посадки, бывает много вариантов, о двух я вам рассказала.